Музыка Самый светлый праздник у всех нас, потому что мы живы, благодарим всех, кто отдал жизнь за нас. Музыка До сих пор я у нас с первого класса, каждый день встречаемся с нашими подругами. Каждый день. Мы никогда не были. Вокруг на Васильевском, я на 10-й линии жила, вокруг было три детских дома. Дети были такие хорошие, наши друзья, но мы сами ходили тоже, как детдомовские. У нас разница была только в цвете пальто. Одно было в тёмно-силе, второе в тёмно-силе. Дедушки, пожалуйста. А дедушки рассказать. Мой дедушка один погиб буквально сразу, через два месяца после войны, тот, который мою папу родил. Он погиб, у него похоронная пришла, вот он в Сентябре ушёл, а в Активиру похоронка пришла. Всё, нет у моего дедушки. Ну, папа дошёл до Берлина, проводил дорогу жизни. Это вот фотография находится в музее в Петербурге. В нашей большой семье воевало очень много. У моей бабушки было 12 детей в семье и 4 брата были на фронте. Дедушка Митя погиб как раз на Украине, я из Украины. А дедушка мой, Василий Фёдорович, он 26-го года рождения, он был в оккупации. До Нинцу ушли, ему было 16 лет. Они с другом приписали себе возраст и, конечно, подали в военкомат на фронт. В грудь ему была вся в орденах, был пулемётчик. Дедовщина в те времена была совсем другая. Дедовщина состояла в том, что старшие солдаты видели, что мальчишки полуголодные, слабые, худые и не могли тащить пулемёт. И более взрослые солдаты за них тащили, за пацанов. Целый свет помнит их в лицо, вот застыл батальон в строю, снова старых друзей. Неужто клятся днём вчерашним, неужто клятся днём вчерашним, Бережные, пошли домой. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, Выгудим ранним. Днём победы! Ура!